Своего отца Ксения Голанова почти не помнит. Ей было три года, когда он погиб. Ксения знает о нем по рассказам мамы. Хороший муж и любящий отец. Настоящий герой для своей семьи и всей Самары. Для меня это очень приятно, потому что я горжусь своим отцом. И даже сказать, что я благодарна тому, что память о нем, она пронесется через вот это вот время. Мемориальную доску сотруднику ФСБ Юрию Голанову открыли на стене Поволжского государственного колледжа. Он учился здесь, когда это было ПТУ номер один. Юрий учился на сборщика часов. В группе был самым видным из немногочисленных парней, вспоминает его преподаватель Светлана Данилова. После окончания учебы Голанов часто навещал своего наставника, рассказывал о жизни. Очень гордился тем, что поступил на службу в ФСБ. Не последний раз, встречая просто сестру на железнодорожном вокзале, мы встретились с Юрой. Они были, ребята, в камуфляжках, с дорожными сумками. Он подошел, как всегда, к ним и говорит, а мы в командировку едем. Он даже не сказал, куда. Светлана Сергеевна не может сдержать слез, ведь Юрий Голанов, как оказалось, уехал в Чечню и уже не вернулся. О том, что любимого ученика уже нет в живых, Светлана Данилова узнала буквально вчера. Юрий Голанов погиб в 2002 году. Сопровождал отряд СОБР, и его бронетранспортер подорвался на фугасе. Прапорщик Голанов получил тяжелое ранение и потом еще отстреливался, не подпуская бандитов к отряду. Умер по дороге в госпиталь. Товарищество в него душе было на первом месте. Он дорожил своими сослуживцами и всегда отличался положительным поведением. За мужество и отвагу Юрия Голанова наградили Орденом Мужества посмертно. Память о нем увековечили на мемориале ФСБ в Чечне. Юрий Голанов любил спорт. Каждый год в Самаре от Федеральной службы безопасности проводятся спортивные соревнования, посвященные памяти самарского героя. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Дмитрий Мешканцов.